Беларусь 2 В Гомеле состоялась встреча председателя облсполкома с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Республике Беларусь. В Гомеле отметили 25-летие со дня создания налоговых органов Беларуси. Калинковичский район первым в Гомельской области дал старт уборочной кампании, которая в этом году по ряду причин обещает быть особенно напряженной. В сельскохозяйственном предприятии Домановичи Агра прошли зажимки. Так у древних славян назывался обряд, предшествовавший началу жатвы. С людьми, которые первыми начали наполнять закрома страны, пообщалась наша съемочная бригада. Праздник в полевых условиях. Именно так можно назвать открытие самой горящей для местных хлеборубов поры. Официальная часть была лаконичной, но торжественной. Пожелание успехов и обещание поддержки от представителей районных властей. Концерт в исполнении участников художественной самодеятельности. Как дань традиции передача механизаторам снопа, сжатого женщинами в национальных костюмах. И, конечно же, дегустация кровая. Символический аванс будущего урожая. Предстоит серьезная задача, выполнение которой в этом году усложняет небесная канцелярия. Уборочная началась на неделю раньше, чем в прошлом году. Из-за устойчивой жары и отсутствия дождей зерновые, как говорят специалисты, просто сгорают. В прошлом году хозяйство завершило уборочную с результатом 11 тысяч тонн зерновых. Полторы тысячи из них намолотил экипаж Николая Бичева. Достичь лучшего в хозяйстве результата ему помогал старший сын. Сейчас помощником комбайнера будет средний. Станислав. Как и многие люди сельского труда, к вниманию прессы они не привыкли. Микрофоны и камеры немного стесняются. О главных факторах успешной работы говорят коротко и по существу. Чтоб погода не подводила, конечно. И, кажется, комбайн, чтоб не подводил. Комбайн хороший, так и, кажется, уверенный в себе. Уборочная в Домановичах, Агро и других хозяйствах района началась с поврежденных жарой участков. Урожайность на них будет заведомо ниже. Однако ждать милости от природы в виде осадков нельзя. Комбайнеры готовы работать в привычных для этого времени условиях по 12-13 часов в сутки. Если взять готовность района, то район практически готов к уборке урожая. Уборочная площадь у нас в этом году 27 700 гектар. Все комбайны, у нас их 100, готовы к уборке. Практически прошли техобслужение и все хозяйства поступили к уборке зерновых. В Гомеле состоялась встреча председателя облсполкома Владимира Дворника с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской республики в Республике Беларусь Стефано Бьянки. В ходе ее были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества между странами в самых различных отраслях. К слову, встреча проходила накануне визита делегации Гомельской области на всемирную выставку Экспо в Милан. А потому среди наиболее приоритетных тем – сотрудничество в сельскохозяйственной и продовольственной сферах. Социально-экономическое сотрудничество Италии и Беларуси можно назвать положительным примером во взаимоотношениях между странами Западной и Восточной Европы. Оно дало начало ряду взаимовыгодных инициатив, которые были реализованы в самых разных сферах жизнедеятельности страны и в частности нашего региона. За январь-апрель 2015 товарооборот между Гомельщиной и Итальянской республикой составил более 33 миллионов долларов США. Экспортируются изделия из черных металлов, синтетические нити, гвозди, кнопки, насосы и их части. Импортируются в регион в основном машины, механические и силовые установки, изделия из камня. Объем иностранных инвестиций из Италии в Гомельскую область в 2014 году составил более 16 миллионов долларов США. С участием итальянского капитала в регионе организовано производство борового оборудования и изделий из дерева. Созданы предприятия в сфере общественного питания, оказания лизинговых и других услуг. В целом между Гомельщиной и областями Италии подписан ряд соглашений о сотрудничестве в экономической, социально-гуманитарной и культурной сферах, а также в области туризма. Во время встречи официальных лиц подчеркивается, эти взаимоотношения ежегодно дают действенный результат. Однако останавливаться на достигнутом не стоит. Необходимо и дальше развивать отношения между регионами наших стран, осваивать потенциал каждого из них и воплощать в жизнь новые совместные взаимовыгодные проекты. Программа моего визита в Гомельскую область была весьма насыщенной. Я посетил несколько гуманитарных ассоциаций, которые уже много лет занимаются проектами по здравлению белорусских детей в Италии. Это очень важный и серьезный аспект сотрудничества между нашими странами. Также посетил предприятия с итальянским капиталом, зарегистрированные на территории Гомельщины, и убедился, что здесь созданы все условия для развития бизнеса. К тому же со стороны местных властей есть большой интерес в плане развития и расширения связей, в том числе привлечения итальянских инвесторов и бизнесменов в ваш регион. Для продолжения культурного сотрудничества посетил Дворцово-парковый ансамбль, который уже не раз принимал различные наши культурные мероприятия и выставки. Также в Гомеле состоялась встреча председателя облсполкома Владимира Дворника с почетным консулом Республики Беларусь в Неаполе Винченцо Трани. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере иностранного бизнеса, который может работать и приносить прибыль в нашем регионе. Более пяти лет назад Винченцо Трани основал в Беларуси компанию по предоставлению лизинговых услуг малому и среднему бизнесу. Первый финансовый институт со стопроцентным итальянским капиталом. За период работы компании профинансировано лизинговых проектов на сумму 38 миллионов евро. В бюджет области поступило более 10 миллиардов рублей налогов. По мнению Винченцо Трани, инвестировать в Гомельскую область, как в целом и в Беларусь, это выгодно. Прежде всего, это продиктовано политической стабильностью, а также добропорядочностью и обязательностью беларусов. Сразу после официальной встречи Винченцо Трани отправился на открытие нового офиса компании «Микролизинг», цель которой – содействие экономическому развитию малого и среднего бизнеса путем предоставления качественных лизинговых услуг без дополнительных залоговых обязательств. Сегодня в Беларуси насчитывается пять офисов компании «Микролизинг», где предоставляют полный спектр услуг – от финансирования техники, автотранспорта до оборудования и инструментов. Наши клиенты, предприниматели, обычно выбирают технику или транспорт, который им нужен, и выбирают дилера, который им это продает, потом обращаются к нам и спрашивают о финансировании этих сделок. Мы ведем анализ в течение трех дней и дадим сразу решение о видящем займе и видящем лизинге. С этой точки зрения для предпринимателя это важно, потому что он быстро получает ответы и быстро получает технику, которая ему нужна для работы. В Гомель на железнодорожную станцию «Центролит» прибыл грузовой поезд из Китая. На нем доставили контейнеры с оборудованием для завода по производству мелованных и немелованных видов картона, который китайская компания «Сюань-Юань» строит на базе Добружской бумажной фабрики. За разгрузкой следили наши корреспонденты. Из Поднебесной на строительство на Добружскую бумажную фабрику грузы приходили и раньше, но не в таких объемах. На этом поезде из китайского порта Инков в Гомель напрямую привезли 40 контейнеров с оборудованием. Почти 9 тысяч километров состав преодолел за две недели. Для сравнения по воде, а потом по суше, груз добирался бы до Беларуси около двух месяцев, а на строительстве сейчас каждый день на счету. В настоящее время качество и время, которые у нас самые важные. Сегодня вот эти контейнеры придут уже на станцию Гомеля. Скоро мы должны отправить на объект Добруж и начнут монтажный процесс. Маршрут разработали российские и белорусские железнодорожники. В Гомеле приемку груза, а потом его доставку на место строительства в Добруж осуществляет предприятие «Гомель Желдар Транс». Для этого есть все необходимое. Предприятие на сегодняшний день имеет все возможности для этого. Это, ну я не говорю, но современнейший кран, болт-кран грузоподъемностью 35 тонн. Также есть три автомобиля-тягача для перевозки контейнеров. В будущем движение по маршруту Инков в Гомель станет регулярным. Китайская компания планирует и дальше доставлять оборудование для Добружской фабрики по железной дороге. Не исключено, что этот транспортный коридор будут использовать и для других белорусско-китайских проектов. Как знаковый этап промежуточный. Безусловно, очень важно, что прошел этот этап доставки оборудования, вот как специалисты говорят, в рамках запланированных тех сроков. Никаких там препятствий на пути не возникало. То есть это вот такой успешный, на мой взгляд, проект, который позволит и дальше доставлять грузы по железной дороге. Еще один несомненный плюс в том, что Гомельщина в некоторой степени стала частью проекта экономического пояса «Шелкового пути», который сейчас активно реализуется Китаем. Маршрут поезда Инков-Гомель буквально пролегает по этому транспортному коридору. Налоговая инспекция Гомельской области отметила 25-летие со дня создания ведомства. Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в общественно-культурном центре. Юбиляры не только принимали поздравления, но и вели разговор об актуальных задачах, стоящих перед ними на современном этапе. За короткий период налоговая служба прошла путь от становления к одному из ключевых государственных ведомств. От его работы зависит наполняемость бюджета, а значит, выплаты зарплат и пенсий, финансирование образования и здравоохранение, социальных программ. Доля Гомельской области формирования республиканского бюджета составляет более 10%. Плательщиками налогов являются около 48 тысяч субъектов хозяйствования и свыше 418 тысяч жителей региона. Налоговая инспекция нашей области в течение 10 лет неоднократно признавалась лучшей в республике. Заслуги сотрудников отмечены и в этом году вручением грамот, благодарностей и знаков отличника. Поздравления чередовались с музыкальными номерами. Одним из самых ярких стало выступление Евгении Крохиной, в недавнем прошлом сотрудницы областного аппарата налоговой инспекции. В этот день я хочу поздравить всех наших коллег, всех наших ветеранов с нашим профессиональным праздником. Еще раз подчеркнуть, что в обществе это очень важная и нужная профессия. Может быть, порой не все нас воспринимают однозначно. Кто-то нам завидует, кто-то нас не любит. Но мы делаем большое и важное дело в государстве. Мы обеспечиваем финансирование государственных программ. В Беларуси существует приятная традиция. Чествование матерей, дети которых родились в День независимости. В нашей области 3 июля на свет появились 29 малышей, 17 девочек и 12 мальчиков. В рамках республиканской акции «С любовью к детям», которую проводит общественное объединение «Белая Русь», на Гомельщине прошли торжественные мероприятия. К поздравлениям присоединились и наши корреспонденты. В роддоме Гомельской областной клинической больницы в День независимости на свет появились всего два младенца – мальчик и девочка. Это самый скромный показатель с 2008 года. Именно тогда в регионе стартовала акция «С любовью к детям». Счастливых матерей новорожденных Татьяну Захарову и Елену Алексеенко поздравляют заместитель председателя обл. исполкома Владимир Привалов и представители Гомельской областной организации «Белая Русь». Для женщин приятный сюрприз стал полной неожиданностью. «Неожиданно как-то и празднично. Мне очень понравилось. Я благодарна, что нас не оставили без внимания». «Ну, конечно, очень приятно, что не оставили без внимания. Мы даже не надеялись, если честно. Даже удивились, когда сегодня сказали нам. Ну, что, спасибо, конечно, очень приятно». Начиная с 2008 года, 3 июля на Гомельщине родились более 150 младенцев. И каждого маленького белоруса вместе с матерью поздравляли представители «Белой Руси». А в прошлом году была организована новая акция. Детям, которые уже шли в школу, вручали их первый портфель. Подарки получили 22 первоклассника. В этом году акция продолжится. «Символично, что в День независимости, в нашей независимой, стабильной такой стране рождаются детки. Ведь это большой праздник для страны. А для каждого родителя, для каждого взрослого человека, наверное, самое почетное и самое приятное быть родителем. И это самый большой праздник, который происходит в семье, когда рождается маленькое чудо, происходит волшебство». Разумеется, пока младенцы не знают, в какой значимый день для белорусы они родились. Но, безусловно, когда вырастут, они станут достойными гражданами страны и настоящими патриотами. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Дмитрий Котов. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!